Константин Косат Чео, депутат-спикер Федерационный консилер Федеральной Ассамблии Российской Федерации, для его интервенции. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, коллеги, тема нашего саммита – «Одна земля, одна семья, одно будущее». И эта тема близка и понятна каждому человеку в мире. Она близка нам, мужчинам, но могу смело предположить, что она особенно близка женщинам. Принципиально важно, что в рамках группы 20 действует женская 20, и что её предложения постоянно учитываются в нашем общем формате. Женская 20 стала эффективным каналом коммуникации мировых лидеров и женской общественности. И благодаря её последовательной работе удалось продвинуть нашу работу на новый уровень. В этом году расширение прав и возможностей женщин впервые вошло в число приоритетов «Большой двадцатки» и это наше общее достижение. Законодательные закрепления гендерного равенства традиционно входят в международную парламентскую повестку. И одновременно именно парламенты способны внести вклад в практическую реализацию соответствующих правовых норм. Ведь мало принять закон. Для достижения цели он должен исполняться. В России равенство прав закреплено в Конституции нашей страны. Кроме того, реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин, рассчитанная до 2030 года. В число её задач вошло и вовлечение женщин в область высоких технологий и цифровую экономику. Под эгидой Совета Федерации раз в три года проводится Евразийский женский форум. На постоянной основе ведёт работу Совет Форума. В его портфеле порядка 20 проектов. Многие из них нацелены на поддержку бизнеса и карьеры женщин в различных отраслях – фармацевтике, добывающей промышленности, лёгкой промышленности в сферах туризма и высоких технологий. Реализуются проекты в сфере женского лидерства. Их общая цель – создать механизм финансовой и экспертной поддержки женщин. В рамках Евразийского женского форума удалось наладить эффективное сотрудничество с женской двадцаткой. Она традиционно проводит на форуме открытые сессии, которые вызывают без преувеличения огромный интерес. В 2021 году на третьем Евразийском женском форуме было поддержано предложение создать постоянный координационный механизм женской двадцатки. Сотрудничество на этой платформе уже разворачивается, и мы хотим поблагодарить за это наших индийских коллег. Дорогие друзья, в следующем, в 2024 году, председательство женской двадцатки перейдёт к Южноафриканской республике. Надеюсь, что сотрудничество с Евразийским женским форумом получит дальнейшее развитие. А мы уже начали подготовку к четвёртому Евразийскому женскому форуму. Он состоится 18-20 сентября 2024 года в России, в Санкт-Петербурге. И на нём будет представлен весь спектр наших проектов. Приглашаем женщин-парламентариев к участию в Санкт-Петербургском женском форуме. Тем более, что традиционно одно из его мероприятий посвящается межпарламентскому диалогу. Добро пожаловать в Россию. Спасибо за внимание. It gives me immense pleasure to share with you that our Parliament recently passed a historic legislation Nari Shakti Vandan Adhineyam, Women's Empowerment Act, which Honorable Speaker just mentioned, for providing one-third reservation to women in the Lok Sabha, House of the People and State Assemblies. It's a significant step in creating and enabling environment to further strengthen the leadership role of women and their active involvement in the decision-making process. We hope to learn from your experiences as well. I am confident that together we can create a more egalitarian environment for the women of our countries in the legislative framework and decision-making bodies. Now, I extend thanks to all. We will have our fourth and last session at 11.30. So, break for that. The fourth session will be on One Future Transformation in People's Life through Public Digital Platforms at 11.30 a.m. just after a few minutes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует...